Договорятся ли лидеры России и Украины? Эксперт КФУ рассказал о возможном исходе конфликта. Теперь игра по новым правилам. Центробанк обнародовал новые меры. Не прислоняться, окрашены. В общежитиях КФУ проходят заключительные этапы ремонта. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Элина Шепелева. В Казанском федеральном университете состояла встреча иранских студентов с вице-консулом Генерального консульства Исламской республики Иран в Казани Масудом Малаи и советником по вопросам науки посольства Ирана в России Махсеном Наджафи. На вопросы иностранных студентов также ответили проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев и директор Департамента внешних связей ВУЗа Ольга Вершинина. В Анталии завершились переговоры между министрами иностранных дел России и Украины. Мы поинтересовались у эксперта Казанского федерального университета, что он думает по поводу встречи и какие возможные прогнозы событий нас ожидают. Министры иностранных дел России, Украины и Турции провели переговоры на полях дипломатического форума в Турецкой Анталии. Они проходили по предложению турецкой стороны. Ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались в последние годы и обострились в последние буквально месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы. Также глава МИТРФ заявил, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта. Проблема ядерной угрозы в истории международных отношений достаточно не новая. В 1962 году человечество проходило похожий этап на фоне Карибского кризиса. На тот период времени, несмотря на всю тревожность отношений между СССР и США, руководители стран нашли возможность вступить в диалог и выйти из этой сложной ситуации. Что касается текущей ситуации, то, безусловно, ситуация достаточно напряженная. Но, с моей точки зрения, все-таки той эскалации, которая предшествовала, например, событиям Карибского кризиса в настоящем времени нет. И, кроме того, все-таки большое значение имеет тот факт, что Россия всячески стремится участвовать в переговорном процессе. И мы знаем переговоры, которые проходили в Беловежской пуще, и переговоры сейчас только что были приведены в Турции. Когда хотя бы одна из сторон населен на диалог, всегда есть надежда, что можно будет найти компромисс и разрешить ситуацию. В данном случае Россия готова наладить отношения. С другой стороны, нельзя не отметить, что риторика связана с огнетанием проблем Третьей мировой ядерной войны. Она все-таки исходит не от российской стороны, она больше исходит со стороны США. Президент Джо Байден неоднократно использовал этот термин – Третья мировая ядерная война. Тут нужно отметить, что сам Байден, он как бы воспитан в традициях вот этой холодной войны. Он является политиком, который, ну скажем так, активно участвовал в той холодной войне, которая была в 20 веке. И для него, конечно, вот эта вся риторика, она достаточно понятная, и он ее использует. Но тем самым как бы это никак не способствует вот той ситуации, которая сейчас происходит на Украине. Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. После чего был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между сторонами. Затем республики Донбасс обратились к РФС с просьбой о помощи. И Российская Федерация 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Елизавета Никитина, Универньюс. Центральный банк обнародовал новые правила для россиян. Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает новый порядок выдачи средств со вкладов и счетов граждан. В связи с нестабильной ситуацией в мире, а в частности в России, появляется все больше новых правил во всех жизненных аспектах человечества. На этот раз гражданам России представили информацию об изменениях в Центральном банке. До начала осени будет возможным снять валюту наличными только в объеме до 10 тысяч долларов, оставшаяся часть рублей для выдачи по актуальному курсу. Стоит отметить, что в период временных изменений граждане спокойно могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Процентная ставка изначально условия не подвластна нововведениям, а все средства будут сохранены в той валюте, в которой был открыт вклад. Центральный банк резко поднял ключевую ставку до 20% годовых. Это беспрецедентный шаг, такого никогда ранее не наблюдалось. С тем, чтобы, во-первых, обеспечить привлекательные условия для вкладчиков банков, для того, чтобы они не изымали деньги из банковской системы, а наоборот, несли деньги в банки. Во-вторых, это ограничивает кредитование, потому что по таким высоким ставкам, безусловно, заемщики будут уменьшать свою потребность в привлечении кредитов. Бесспорно, каждого экономически подкованного человека заботит ближайшее будущее Центрального банка и отражение изменений в действительности. В сети все чаще стали появляться обеспокоенные сообщения от заинтересованных пользователей о повышении ставки по кредитам и вкладам, об отсрочках для индивидуальных предпринимателей и многом другом. Удивительно, что даже в такое нестабильное время россияне не унывают, а думают, как можно приумножить и сохранить свой капитал в сложившейся экономической ситуации. Не стоит совершать каких-либо сомнительных финансовых операций под воздействием эмоций, под воздействием недобросовестной рекламы, под воздействием каких-то панических слухов. Потому что, как правило, подобные эмоциональные операции оказываются убыточными. Поэтому сохранять спокойствие, не делать лишних, ненужных движений и перепроверять ту информацию, которая к вам поступает. Не доверять сомнительным источникам информации. Это, наверное, самое лучшее, что можно сейчас сделать. Несмотря на нездоровое положение вещей в стране, на сегодняшний день вся Россия без исключения заинтересована в положительном исходе событий. Однако эксперты все же советуют подстраиваться под ситуацию, насколько это представляется возможным, и адаптироваться под нынешние реалии. Карина Саяхова, Универньюс. В сентябре Казанский федеральный университет начал масштабный ремонт общежитий. Мы уже рассказывали о некоторых нововведениях. Теперь работа подходит к заключительному этапу. Что изменилось? Смотри далее. Ремонт в общежитиях Казанского университета подходит к завершению. Еще в ноябре по инициативе ректора Ильша Токафурова Казанский университет провел замену более 400 метров участка городского трубопровода, подключенного к общежитиям, за счет собственных средств. Ранее выявленные дефекты в общежитии номер 3 на улице Аделя Кутуя, старая плитка, изношенное оборудование и мебель в местах общего пользования полностью устранены на некоторых этажах. Я сейчас живу уже здесь второй год и до этого здесь было очень, так скажем, некрасиво. Все было очень грязно и так далее. Но сейчас после ремонта очень приятно ходить по этажам, готовить на кухне. Ремонт постоянно контролируется со стороны проректоров по хозяйственной работе Софины Леонидовича в практически ежедневном режиме. Для того, чтобы мы избавились в достаточно таком активном режиме от эндемичных насекомых, конечно, было бы правильно, конечно, обеспечить другую логистику для сбора мусора. Поэтому над этим сейчас идет действительно серьезная работа. В некоторых общежитиях инициативу проявили сами студенты. Обучающиеся в Институте дизайна и пространственных искусств, Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, сплотившись, придумали, как обновить старый коридор общежития номер 5 на Гвардейской 32. Все, что нужно студентам, это стройматериалы, это шпаклевки, все, что нужно для того, чтобы сделать нормальную поверхность стены. В этом плане университет закупает необходимые строительные материалы. Курирует эти работы непосредственно институт и с нашей стороны идет курирование для того, чтобы подсказать, как правильно сделать штукатурку на стене и так далее. В целях обеспечения безопасности студентов на кухнях и в коридорах общежитий были установлены камеры видеонаблюдения. По словам директора студенческого городка, ремонт полностью завершится к началу нового учебного года. Ариатна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Элина Шепелева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok